Привет, меня зовут Андрей, мой творческий псевдоним Эндрю Ренко, и вы находитесь на канале моей студии Кварти Рекордс. И сегодня я поговорю с вами о двух ключевых советах, которые помогут вам стать буквально музыкальным богом. Эти два совета очень сильно помогли мне в свое время, однако их мне никто не давал. Так что, пожалуй, начнем. Первый совет самый очевидный. Это практика. Притом не просто практика. Никогда не играйте в вакууме. Играйте всегда либо под метроном, либо под барабаны, и старайтесь не промахиваться мимо нужных нот. Ну и отдельно для гитаристов могу сказать, что пытайтесь зажимать струны посильнее и играть пожестче, если вы играете рок, например. И да, я понимаю, что это основа основ, потому на этом первый совет закончен. И сразу переходим к второму совету, о котором мы будем говорить уже до конца этого видео. Записывайте свое исполнение, будь то вокал, или гитара, или барабаны, или бас. И всегда после записи переслушивайте то, что вы наисполняли. Это могут быть как видеозаписи, так и аудиозаписи. Это могут быть как кавера, так и исполнение каких-то собственных авторских треков. Но кавера, конечно, получше, потому что можно подстраиваться под ритм оригинального трека, который и так уже отредактирован и, собственно, максимально круто сыгран. Главное, не играйте в вакууме и всегда переслушивайте то, что вы сыграли. Это именно вот ключевой момент для того, чтобы стать музыкальным богом. Звукозапись — это отличный способ узнать, насколько ты отстойный музыкант. Это была цитата. Не помню, чья она. Она в оригинале была на английском. И она очень жизненно. Конечно же, никто не любит себя записывать, чтобы потом слушать, как они хреново исполняют. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что в этом-то вся и суть процесса. Без этого вы никогда не станете профессионалом своего дела. Я, как сейчас, помню то время, когда я только начал играть на электрогитаре и сразу же стал себя записывать. Потому что у меня никогда не было комбиков. Я узнал о таких технологиях, которые позволяют играть через компудахтер. И потому я сразу начал играть через комп. И там, естественно, была возможность записи. Первые записи я делал в гитар-лиге. И даже несмотря на то, что я до этого играл три или больше лет в духовом оркестре, то есть я уже не совсем новичок был в музыке, я все равно не мог все сыграть вот прям ровно-ровно. И я был очень этим удивлен и раздосадован. Ведь казалось, что всегда, когда я играл, я попадаю идеально в темп и все звучит просто прекрасно. Однако это была всего лишь иллюзия. Здесь очень важно понимать, что не только я. Каждый музыкант находится под воздействием этой же самой иллюзии. Каждый. И единственный способ разрушить это гинзюцу, привет фанаты Наруто, это звукозапись. Вы можете считать себя самым лучшим музыкантом. Вы можете считать, что вы попадаете в ритм лучше всех. Но я практически гарантирую, что если вы никогда не записывали себя, то вы просто себя обманываете. Потому что, как правило, такие крутые музыканты на записи доставляют очень много проблем звукорежиссеру и очень сильно теряют свою самоуверенность. Сама оценка падает ниже некуда. Стоит ли говорить, что тратить время приходится потом очень много на таких музыкантов и что они просто не могут сыграть на запись все так, как это нужно сыграть. В наше время очень легко раздобыть себе аудиоинтерфейс, который поможет вам записывать себя с минимальной задержкой и с максимальным комфортом. Потому я бы советовал каждому такой интерфейс обязательно заиметь. А еще будет лучше, если этот интерфейс будет способен не только на запись каких-то сырых домашних демок, но и будет способен помочь вам накопить гитары студийного качества дома сидя на диване. И поверьте, на рынке есть звуковые интерфейсы в районе 100 с копейками долларов, которые помогут сделать вам такое студийное качество. И если вы хотите, чтобы я рассказал вам об этих интерфейсах, то напишите об этом в комментариях. И если достаточно большому количеству народа это будет интересно, то я обязательно сделаю такое видео. Если вы сделаете то, что я вам сегодня насоветовал, то будьте уверены, что уже через месяц-два вы станете намного лучшим музыкантом. Это просто гарантия. Это работает на всех так. И всегда работало. И будет работать. Потому развивайтесь и держите хвост пистолетом. Продолжение следует...